здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор а я во вкладке сообщества попросила вас написать в комментариях кого вы хотите разобрать там было много предложений и среди них многие из вас просили разобрать валю карнавал я не стала делать второй тур голосования когда я выставляю это уже в виде возможности проголосовать за самых ну вот запрашиваемых персон потому что мне самой стало очень интересно разобрать валю карнавал с точки зрения ее романа с егором кридом в интервью которая ссылку на которое я помещу под видео обязательно посмотрите у надежды стрелец это уже несколько дней назад вышло это интервью и там валя карнавал рассказывает и о других своих романах и это мне дало возможность разобрать ее невербальное поведение это как и главное что она говорит о своих бывших парнях здесь мы сделаем выводы ну и естественно в конце я не не удержалась посмотрела астрологические аспекты поэтому но это будет в конце для тех кто не хочет этого смотреть конечно же вы не будете этого делать но вот что касается невербального поведения то тут все на поверхности поэтому невзирая на то что посмотрев это интервью мне гер героиня показалось очень привлекательной красивой молодой вообще молодая звонкая тонкая вообще потрясающее красиво говорит все такое но самое ну что не у не укрылась от моих глаз это ее обманы которые она нам ну давайте разбираться не будем сейчас затягивать их я включаю первый фрагмент посмотрим на ее невербальное поведение по поводу того как она рассказывает как она бросила сашу стоуна вот здесь мне показалось очень очень показательно 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 как она себя ведет в таких случаях ты такая роковая женщина просто все парни даже смотрите какое презрение челюсть высоко удовольствие да действительно ей доставляет удовольствие то что они говорят вот такие вещи да роковая и действительно перед нами скорпионша у нас кстати с ней день рождения рядом у нее 11 ноября у меня 13 поэтому я ее прекрасно понимаю но с другой стороны вот это ее улыбка мне уже ну в силу возраста уже немножечко не очень она подходит ну как бы я уже прошла этот этап на я прекрасно себя помню когда мне такие вещи тоже говорили я также реагировала поэтому сошлемся все таки на ее скорпионе рай нрав и здесь осуждать не будем но отметим для себя что человек крайне амбициозной ей нравится такая вот идеализация своего образа да то есть вот приписывание этому образу таким таких мистических до но так и ну и как бы она не говорила что она там не ей все равно на признаки какие-то там своей избранности да ничего подобного все у нее есть вот эта амбициозность ее желание быть избранной ее желание свое эго поставить на первое место это все есть и это мы видим по ее улыбке уровня кредо все всегда были оставлены тобой а некоторые даже в день своего рождения то есть ты всегда уходила эффектно они потом долго все страдали почему и вот посмотрите какая реакция на то что ей при помощи в день раз что она ушла в день рождения от саши стоуна да смотрите радость губы поджимает но как бы ну не не негоже показывать свои настоящие эмоции но конечно же она гордится и мало того что гордится еще голова на бок то есть полюбуйтесь мной я такая красотка я могу себе это позволить но перед нами королева просто сидит которая гордится своим поступком и и тем что она такая крутая уйти в день рождения это правда очень жестоко я поступила жестоко я это понимаю но мне есть веская причина на это но и мы видим что не совсем понимаю что в интернете говорит утвердительные вещи качает головой нет это эмблематическая оговорка и видите челюсть при этом держит очень высоко и здесь у меня вопрос кто следит за ее творчеством напишите мне пожалуйста в комментариях чем этот саша ей так насолил потому что здесь ну вот я вижу что она как бы поставила галочку до самоутвердилась вот на этом самоутвердилась я ну и соответственно он заслужил чем он заслужил такое поведение потому что но либо это просто для своего эго было сделано так красиво до чтобы все об этом просто содрогнули ну чтобы все содрогнулись от того какая она крутая либо он так накосячил что она вот таким образом его поставила на место вот здесь вот напишите в комментариях что там произошло я просто не в курсе но вижу что здесь прям такая прям личная месть что ли месть за всех брошенных девчонок или или там он действительно накосячил вот вот что меня интересует больше всего знаете я могу выглядеть прямо действительно роковой женщиной что я от этого ушла от этого ушла и вот такая вот сильная вся независимая на самом деле я безумно терпеливый человек могу вот прям терпеть долго если люблю потому что сделала выбор я стараюсь всегда уважать свой выбор да и конечно же мы разберемся на самом ли деле она любила сашу стоуна небольшой спойлер да действительно этого она любила ну давайте идем дальше давайте смотреть дальше а значит налицо то что она какой-то вот реванш совершила да и в чем он заключил в чем в чем дело да объясните мне пожалуйста кто в теме а теперь давайте посмотрим как она рассказывает об отношениях с сашей потому что это самый яркий ее роман и я так понимаю что он последний на сегодняшний день для сначала был егор шип потом егор крит а потом был саша стоун вот по судя потому как я поняла я правильно поняла напишите тоже в комментариях потому что там вот это очень важно с точки зрения вот именно понимать ее эмоции да это был первый человек первый парень которого я вот так вот на медиа пространстве показала видите какая челюсть выше голова в бок полюбуйтесь да и вот эта чеканка слов говорит о том что это для нее очень важно и о чем это говорит это говорит о том что она показала своей семье своим подписчикам своей аудитории да вот этого человека значит этот человек для нее очень важен подождите кстати а как тогда если он у нее был после крита насколько я понимаю судя по тому как она говорила возраст там ей было 21 с критом было 19 но то есть он последний а почему вот вот здесь у меня немножечко не сходится объясните мне пожалуйста что значит первый человек которого она показала а ведь скридом она тоже показывала из шипом тоже она показывала как бы вот здесь вот странно очень не потому что я хотела поднять просмотры и потому что я хотела создать вот эту вот иллюзию все мы семья мы сейчас рожаем детей детский мамский контент смотрите все бесплатно онлайн в прямом эфире нет потому что я хотела чтобы все видели как я сейчас сейчас когда говорит нет опять эмблематическая оговорка кивает да и действительно она как блогер ну зачем кокетничать она на самом деле для нее это важно и ну вот самое важное вообще в ее жизни и в ее романах вот как я поняла это ее карьера поэтому но сейчас кокетничать что она там вообще этого не хотела ничего подобного здесь я не верю и вот эмблематическая оговорка говорит об этом же что если бы все сложилось хорошо то она обязательно бы показывала эту счастливую жизнь и мы бы с вами получили этот контент обязательно ну ладно идем дальше слева и когда он сказал то что мы круто пошумели я думаю вау это все что ты можешь сказать обидно обидела честно понимаю что я его возможно много где обидела но я до конца была честный если бы он сказал что у нас была любовь безумная крутая больная ну вот такая вот и не говорил бы про вот эти вот просмотры игра пошумели я бы сказала да классно но так я посмотрела и думаю там еще музыка такая грустная была не знаю о чем она говорит но явно там было какое-то какой-то инфоповод был и здесь она описывает именно вот реакцию саши и действительно ее это очень задевает исходя ну во первых из того как много эмоций видите как она говорит паузы она говорит медленно каждое слово чеканит она вставляет иллюстраторы да в какие-то моменты то есть для нее это очень и очень важно много сожаления в голосе но много печали до нее реально это обидела его реакция ее обидела давайте идем дальше ну давайте разбираться кого же все-таки она любила по-настоящему ну вот исходя из этого интервью давайте смотреть градусы в интернете намного выше чем есть в жизни ну вот рассказывая о егоре шиппи с которым она начинала свою творческую карьеру и они вместе начали выпускать какие-то ролики да вот здесь много извиняющегося тона но давайте смотреть два ребенка живут в доме снимают вместе видео конечно нам какая-то вот мимолетная искра проскочила снимали вместе ролики поняли что это все заходит совместно сами того не хотели и получилось какое-то супер обсуждение потом мне честно стало стремно стремно не от того что типа нас шипперят да стремно от того что я единица и я не хочу быть привязана какому-то конкретному персонажу как плюс один да я единица я сама начала все с нуля я испугалась у нас с егором то есть причина расставания в том что он перед нами крайне амбициозный человек который не хочет быть с кем-то до хочет быть одна и здесь я ее прекрасно понимаю и поддерживаю ну в общем причина озвучена да то есть какие бы там отношения не были но она особо не сожалеет о том что она рассталась с этим молодым человеком потом был я так понимаю егор крит давайте послушаем как о нем она рассказывает были бурные отношения очень яркие эмоциональные и посмотрите когда она говорит вот в плане бурные отношения и для нее это вот она поднимает челюсть она не обращает свой взгляд воспоминания дав какие-то там ну дебри того что и где ей приятно да она поднимает челюсть демонстрирует нам презрение но вот это вот улыбка только одним ртом без глаз это презрение и еще есть нюансы у презрения это если человек приподнимает челюсти ли держит ее довольно высоко и улыбается только одними губами это действительно презрение когда человек при этом опускает челюсть улыбаясь губами до глаза неподвижны он презирает себя он направляет это презрение внутрь себя здесь мы видим на лицо то что она показывает нам что я красотка полюбуйтесь мной вы все никто я здесь главное нет ни в коем случае не принимайте это так близко к сердцу просто я может быть утрируя описание да ну вот смысл понятен до что ей она испытывает гордость по отношению к тому что у нее у нее было скридом что касается вот ее настоящих эмоций здесь пока вот эмоции как к личности я не заметила я заметила что это для нее вот возможность показать свой статус более высокий относительно нас с вами или кого-то еще давайте идем дальше город даже говорил где-то о том что вот в этом панические атаки я нигде я не говорила о том как мы не тяжело было могу сказать что ну вот прям чтобы не врать чтобы действительно оставаться до конца честный у нас егором было видите как она описывает эти отношения без энтузиазма очень удрученно да то есть помните как она с сашей стоуном там реальные эмоции там просто вот она вот жила описывая эти эмоции здесь я кстати прошу прощения здесь я буковку о пропустила да так что это это не моя безграмотность это просто опечатка так вот получается что ну вот здесь мне опять не хватает радостных эмоций до описывая радостное событие любые отношения но каждая из нас если начнет вспоминать свои отношения особенно на начальном например этапе мы какие-то эмоции радости обязательно будем испытывать но конечно исключение составляет если вот мужчина с которым были отношения нам настолько насолил что ничего кроме негатива он в нашей памяти не не вызывает но здесь как бы не было таких длительных отношений чтоб он ей так успел насолить да и кроме того там ну как бы причина расставания она особо не описано кроме но она просто описала случай про ключ там который не подходит кстати тоже очень показательно в контексте того что между строк там было да действительно и я допускаю что этот случай он показателен но тем не менее насолить он ей просто физически ну так быстро не мог успеть безумная любовь страсть в какой-то момент я поняла что если я это не закончу егор просто меня сломает через три месяца он не делать предложение у нас вообще сказка ну то есть там непонятно как именно он ее ломал этого абсолютно не было описано что он ее ломал но кстати вот в конце я вам покажу да да там был момент такой что он ее эго несколько прижимал и здесь я ей верю благодаря астрологическому разбору но тем не менее вот что касается ее описание этих отношений не было ничего сказано конкретно вот потому как именно он ее ломал на просто было вот в общем так и там еще абьюзивность какая-то была упомянута ну вот что а что именно вот этого я не поняла вот с точки зрения обывателя да теперь вот что как она описывает отношения с сашей стоуном вот они живые яркие эмоции вот оно счастье при описании причем но судя по всему он то ей хорошо насолил с ним то у нее были довольно длинные отношения и яркие отношения и вот как она их описывает давайте любоваться романтика невероятно я вообще первые полгода жила и думала вау неужели так бывает так действительно бывает потому что твои прежние отношения были гораздо более невротические другими они были прям они имели абсолютно другой на сленговом вайп мы друг с другом вот отдали друг другу последнюю вот эту детскую любовь наивную честную правдивую мы вот все без остатка друг друга отдали в этих отношениях это все развивалось настолько стремительно что в какой-то момент мы наверное даже оба стали бояться друг друга но здесь я и верю здесь вот в отношениях с сашей стоуном я ей верю и и в конце видео я вам покажу наглядно как это все вот выглядит в совместимости но давайте дальше смотреть значит дальше по поводу крида давайте разберемся все таки что же это было потому что так много между строк было произнесено так много показано что здесь у меня лично не вызывает никаких сомнений вообще то что ну хотя хотя да давайте с вами подискутируем на эту тему но сначала посмотрим фрагмент вы обменялись аудитории вы оба выиграли от этого медийное и плюс ну легенда гласит что в тот момент и начались ваши отношения вау еще одна давняя история видите пауза такая долго собирается что сказать отводит взгляд не смотрит на собеседницу печаль выдохнула говорит на выдохе вот это вот сигнал того что ну человек растерялся да и пока не знает что сказать и вот дыхание немножко потеряно потому что мы все говорим обычно на вдохе вдыхаем воздух и выпуская в воздух из себя говорим слова когда же мы произносим фразы на выдохе это значит тело немножко потеряла связь вот почему потому что тело в стрессе потому что мы находясь в стрессе мы не успеваем проконтролировать все свои действия да и вот это получается говоря на выдохе мы теряем вообще много на выдохе во первых говорить неудобно во вторых это плохо доходит до собеседника и получается не очень убедительно ну и много много всего неудобного происходит именно на выдохе и здесь валя в общем то я бы не сказала что она находилась стрессе до этого но вот именно на этом вопросе возник стресс то есть по его рук риду по воспоминаниям с этих одна ну по поводу этих отношений у нее стресс почему же этот стресс и видите дальше будет сейчас презрение чувство вины а вот много эмоций но они все не про то что действительно описание горе который помотала мне нервы он прям сделал все как надо идеально мы договорились о съемках клипа у нас было два съемочных дня и все и после этого как-то закрутилась произошло то самое даже чуть то самое что именно произошло вот тоже хотелось бы узнать но то самое и вот это так говорится удрученно да прям такое ощущение что взяли лопату и начали копать вот вот примерно так дальше чувствуется сразу отвращение презрение и качает нет когда между людьми вот такая вот какая-то связь начинается невидимая и все в клипа сняли начали часто переписывается в телеграме я тогда еще улетела на съемки сериала вот смотрите кстати съемки сериала это для нее работа и действительно ответственность помните шея сзади это ответственность но смотрите вот что она сейчас сказала запомните вот эту фразу три месяца она уехала да то есть отношения были по переписке отношений как таковых по сути не было но там приезжала может ему как-то ну то есть вот сама самих отношений того самого да что мы хотим узнать да когда то самое произошло я думаю что того самого явно еще не произошло или если и произошло то как-то вот времени на это было мало а значит три месяца ушло на то что она уехала из москвы да вот это смотрите клип был записан записан где-то в августе вышел он в конце августа ну то есть отношения можно считать что начались по переписке и длились вот в таком режиме примерно три месяца вот это я хочу чтоб вы отметили идем дальше сериал называется отпуск мы два сезона сняли на тнт выходил три месяца не было в москве мы списывались периодически когда я прилетала в москву мы виделись вели в киношку сериала я вернулась и как-то так все и опять опять смотрите про сашу стоуна она рассказывала с горящими глазами с энтузиазмом здесь же видите начало отношений но девчонки вот опишите свое начало отношений встаньте перед зеркалом и опишите вот представьте себе что перед зеркалом слушатель который которому интересно узнать о начале ваших отношений как бы вы там не расстались с тем кого вы будете описывать но начало отношений я уверена что у каждой из вас будет с горящими глазами с кучей иллюстраторов с кучей эмоций да ну точно не вот в таком угнетенном состоянии да я вижу здесь стыд печаль много пауз но то есть здесь человек который ну явно дни не горит желанием рассказывать нам об этих отношениях но так как уже мы спрашиваем да она отказаться не может она их проговаривает и старается подбирать слова вот эти паузы которые мы сейчас увидим они обусловлены тем что надо правильно подбирать слова почему надо правильно вот когда мы на эмоциях мы не подбираем слова мы находим какие-то эпитеты и описываем это да потому что это круто это всегда круто начало отношений это всегда очень здорово но здесь я этого не вижу почему вот в этом вопрос быстро прошло что мы сами даже не поняли что мы встречаемся это мои вторые отношения были локтем отталкивает вот как-то так впервые как-то все так иначе тут еще и егор крит каждая девчонка хочет быть с ним а тут я валя из ростова ну вот это вот это ей нравится понимаете вот этот момент ей нравится действительно я всех сделала я валя из ростова на секундочку да вот здесь вот пошли реальные эмоции но вот что касается крида там вообще вот просто найдет так грустно так уныло но вот если я не знала что это об отношениях как-то не бы показалось что-то другое поэтому здесь конечно же вот эмоциональной вовлеченности ноль просто ноль тебе удалось его медийный образ отделись от до реальной жизни и смотреть по реальной жизни он такой же парень как все остальные да две руки две ноги такие же глаза смотрите какое обезличенное описание по сути вот она сейчас ну да безусловно возможно ну вот это для нее имеет значение да но вот как-то слишком обезличено ничего про него как про личность я вообще не услышала знаете такое ощущение что какую-то куклу ей представили до две руки две ноги и в принципе все чуть чуть тут описывать да но такое пренебрежительное отношение да вот вот это очень сильно бросается в глаза просто число людей которые его знают и когда перед сном ты задумываешься о том что вау меня знает вот столько человек вау и но вот перед сном она не а его личных качествах не о том как ее тянет к нему да у девчонки но вот вы меня прекрасно понимаете обычно нас тянет к мужчине да там еще что-то какие-то другие эмоции а здесь она перед сном сравнивает количество тех кто его знает количество тех кто ее знает и вот здесь сейчас будут эмоции понимаете то есть вот эмоции не на тех местах его знает вот столько человек и мы вот такие медийные прикольные конечно иногда проскакивала мысль что капец жизнь какая крутая ну да да в этом месте она крутая жизнь удалась и здесь презрение опять челюсть так чтобы я встречалась с егором клин я такого никогда не было строчка из твоей песни было что только такое и было вот во всем ее описание отношений с егором кредом было только это другого ничего не было я не увидела вот в ее описание его каких-то личных качеств и так далее ну то есть вот только это и было и сейчас она перед нами кокетничает да нет такого не было что вы но вот же только что было больше что зачем зачем вот это кокетство но это да просто знаете вот смотришь и думаешь ну детский сад но хотят в принципе у девчонки возраст такой есть действительно сейчас вот у нее в этот период сейчас как раз ей надо всем доказать вот вот это вот очень важно поэтому здесь я не осуждаю в этом потому что амбиции как раз в ее возрасте это нормально другой вопрос вот просто вранье вот вот вранье мне не нравится да и вот это вот ее попытка дать такого не было ну ну блин ну называй вещи своими именами будь честна с собой вот что хотелось бы все таки если человек действительно медийный хочет чтобы аудитория поддерживала да вот с аудиторией надо быть честным вот знаете я тоже блогер не такой крупный но тем не менее я понимаю что чем честнее ты с аудиторией тем лучше вообще это для дела потому что вот это все вранье она всем надоело этого вранья везде много и воспринимается хорошо только искренность ну поддержите или опровергните меня в комментариях но вот насчет искренности я прям считаю что это самая главная фишка и здесь вот она перед нами совсем не искренне кокетничает да и здесь можно по-разному относиться но вот что есть то есть но пусть и бой оказался абьюзер по я вот сейчас все это вспоминаю и кстати вот это вот слово абьюзер его уже за шар кали заюзали и обваляли в пыли все кому не лень ребят вот если называете человека абьюзером то пожалуйста обосновывайте потому что ну здесь я так понимаю она выпустила песню абьюзер бой но сейчас в этом интервью она могла бы на это что-то сказать но она ничего не сказала никак не обосновала почему она назвала егора кредо абьюзером ну вот как бы здесь была прекрасная платформа это сделать но нет об этом история умалчивает да абьюзером назвал и как бы все все приклеила приклеила этикетку да да такое знаете и дальше пошло обобщение вместо объяснения понимаете вот эта манипуляция очень четкая манипуляция когда вот ведущая по сути задала вопрос ты назвала его абьюзером пожалуйста обоснуй но не было такого вопроса но в общем то сейчас была возможность ответить на этот вопрос и расставить все точки над и если быть искренней со своими слушателями вместо этого мы видим какие-то обобщения давайте послушаем понимаю насколько же мы друг друга вот измотали измучили настолько мы после расставания были агрессивными и импульсивными что все что между нами было мы пытались как-то превратить во что-то вот злое ну да в принципе здесь понятно что после расставания многие пары это проходят и я прекрасно понимаю какие эмоции каждый человек испытывает после расставания своей бывшей второй половинки но все-таки вопрос про абьюзерство остался в подвешенном состоянии то есть назвала абьюзером обоснуть пока расскажи примеры которые где он там абьюзер ну как бы примеров таких не было был пример как они расстались тоже очень показать показательный вот посмотрите обязательно интервью ссылочка под этим видео будет там про ключ который не подходит вот это вот прям идеально вписывается вот в этот контекст который проходит между строк то есть мы видим что как человека она его не воспринимала после расставания дом они в плохих отношениях это понятно но видимо что-то ее очень разозлило есть какой-то секрет о котором она умалчивает возможно поэтому она не объясняет вот этот ну эту тему абьюзерство потому что если она будет это рассказывать дата она вскроет какой-то секрет может быть по причине этого сейчас она умалчивает не дает нам этих объяснений но вот что-то что-то она скрывает вот из этих отношений поэтому давайте смотреть дальше тоже очень интересно и гору было очень больно мне очень больно могу сказать только одно что мы встретились просто не вовремя я была ребенком 19-летним которая начала встречаться с большим артистом который только все начала закручиваться в своей какой-то личной жизни в карьере и вот это слово вообще конечно ребят обратите внимание своей какой-то личной жизни ребята на на секундочку они встречаются у них отношения в своей какой-то личной жизни вот она оговорочка по фрейду ну я не знаю как это еще трактовать как других мыслей у меня нет что у него была какая-то параллельная личная жизнь о которой она сейчас напрямую сказать не может но и не хочет в общем-то а сейчас просто она оговорилась понимаете вот ну как обычно вранье она обязательно где-то вылезет когда ты что-то скрываешь тело не любит тело мозги мы не любим хранить тайны мы не любим вот это потому что хранение тайны занимает очень много наших сил эмоциональных физических ментальных всех сил то есть все идет на то чтобы сохранить эту тайну и сейчас она изо всех сил пытаясь сохранить эту тайну нам ее выдала по большому счету в своей какой-то личной жизни как еще эти слова трактовать вот скажите мне пожалуйста может я что-то не так понимаю но здесь это все четко вписывается вот в эту канву в канву того что отношений как таковых не было для нее это было вот она крайне амбициозный человек что понятно я не осуждаю и она старается стать более популярной да и здесь как раз и ведущая кстати описала что они очень напоминали пару тимбер лейк там еще ну то есть зарубежную пару вообще идеально напоминали да действительно и в этом контексте для пиара обоих этот роман был удобен но как такового романа я здесь не вижу понимаете то есть вот своей какой-то личной жизни ну в общем то все интервью было перечеркнуто и все ее вот эти попытки убедить нас в том что у них были реальные отношения здесь вот у меня я могу поставить точку на этом но тем не менее не ну вообще на самом деле у них есть там какая-то и совместимости все в конце я вам это покажу но вы видите что вот сейчас перед нами человек прокололся и видите что эмоции минимальные потому что она контролирует свою речь чтобы не дай бог не выдать эту тайну но тайна была выдана начали друг друга ломать что безумная какая-то любовь и помните как она а стоуни рассказывала да какая безумная любовь там там эмоции там руками помогала да то есть эмоционально мы дали друг другу последнюю вот эту последнюю детскую любовь вы помните как она это описывала а здесь сидит держится за подлокотники это была безумная любовь да вот вот ну нет не верю не верю не было там безумной любви бы было что-то другое но не безумная любовь просто не в то время егор не мог справиться с этим ребенком я была слишком маленькой для этих отношений вот так как-то продлились продержались наши отношения но мы правда любили друг друга а сколько они длились месяцев 8 это были прям так а здесь ребят у меня вопрос восемь месяцев помните я вас попросила запомнить что но начиная вот конец августа они снялись в этом ну в в августе хорошо они снялись в клипе дальше три месяца она уезжает на съемки то есть получается ну как таковых отношений нет переписочки да там ну как бы это полу такие отношения да ну в переписке ладно хорошо но здесь ну так 50 процентов отношений может можно сказать значит три месяца это у нас до декабря до до декабря они переписываются в декабре она приезжает в москву у них появляется возможность эти отношения осуществлять теперь дальше и значимые отношения я прямо сейчас хочу сказать большое 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 спасибо и гору там реально война какая-то происходила я вообще не хотела ничего читать хотел удалить все социальные сети думаю нет моя голова сейчас это не выдержит потому что это было три месяца после расставания с егором когда я лежала так и смотрела в потолок это она сейчас рассказывает о шоу музыкалити помните когда лариса долина и и очень сильно обругала за то что она не умеет петь да и это вышло 8 апреля эта передача то есть запись произвелась намного раньше обычно ну как бы не на может не намного может она немножко раньше там за пару дней но все равно это все свести как-то надо было да вот эту всю передачу то есть это ну в начале апреля конце мая записывалась до сад ой марта соответственно если взять три месяца про которой она говорит что три месяца назад мы расстались с егором то расстались они где-то в районе нового года по большому счету до получается только в декабре они могли быть вместе да и в этот месяц вот все произошло да вот и тут эта история с ключом который ей не подошел который вот действительно вписывается в ту историю что своя какая-то личная жизнь да то есть здесь вот как по мне так и ощущение действительно какого-то пиара да ну с ее стороны сто процентов с ее стороны она просто вот как человек который четко идет к цели амбиз амбициозная до умопомрачения девка вообще молодец свернет горы на пути к своей цели но что касается отношений с кридом там не было такой прям любви там не было восьми 20 месяцев отношений реально они могли быть вместе ну максимум два месяца и вот за эти два месяца в принципе ну как бы продержались немножко в разных я думаю квартирах а когда надо было съезжаться его ее ключ не подошел к ему к его замку ну в общем то все понятно поэтому все так я не верю в искренность вот этих отношений напишите свое мнение как вы считаете вообще по поводу их романа да что вы считаете да она пытается доказать что это было реально и по-настоящему но не верю не верю теперь по поводу этой ларисы долиной мне тоже было интересно потому что что вот как она отвечает на раздражители да это тоже очень показательно давайте пронаблюдаем и посмотрим на чем акцентируется ее внимание да и ну вот вот этот конфликт он же все продолжается я тоже разбирала кстати у себя на канале тот конфликт но вот сейчас мне было интересно посмотреть какие же уроки вынесла валя карнавал да вот из этого конфликта я здесь как бы стараюсь быть просто сторонним наблюдателем и мне интересно какие аргументы используют обе стороны да и со стороны долина и здесь идет претензия к тому что валя карнавал не может петь до профессионально она не училась особо да ну как бы поет как поет и я думаю что у нее есть какое-то количество поклонников но это пение не профессионально то есть на уровне профессии от ларисы долиной идет к ней претензия да то есть уровень профессии это более высокий уровень нежели уровень личности да то есть она профессионально ее кошмаре давайте посмотрим ответочку и еще чтобы музыку делали музыканты они куклы из пластика тебе было обидно когда-то хотя прошу прощения она ее сейчас назвала кукла из пластика до пардон конечно но неприятным было мэтр взрослая женщина лариса александровна если вы это смотрите гигантское уважение вам никаких обид не хочу вспоминать эту историю поймите меня правильно я на интервью должна говорить все что но здесь шикарная уловка манипуляция такая знаете во первых руками отталкивая и говорит об уважении ничего подобного здесь об уважении речи не идет она ее совершенно не уважает и старается держаться подальше боится да но не уважает вот боится действительно она понимает что долина к ней с претензии конкретные по поводу профессионализма профессионализм напрямую зависит от ее карьеры карьера для овали очень важно и здесь она долина бьет самое больное да и поэтому конечно же валя старается отгородиться от этого раздражителя и вот такой же сдали я вас очень уважаю нет не уважает но смотрите какая интересная манипуляция перед тем как оскорбить она находит оправдание этому оскорблению причем знаете она тоже бьет долину в самое больное место потому что долина последнее время очень сильно молодиться мы заметили заметили что она там похудела по моему пластическую операцию сделал ну то есть все она делает для того чтобы выглядеть моложе да то есть боль долиной в возрасте боль вали в профессионализме значит а бьет ее прав по профессионализму и здесь получается ответочка идет сейчас в сторону возраста да но чтобы это сделать более органично да и чтобы мы с вами не подумали что валя не дай боже спустилась до уровня базарной бабки до которая там на личности перешла нет она оправдывается тем что на интервью она должна говорить только правду и ничего кроме правды но кокетничает вообще по полной программе но врет врет ребят но на самом деле это чистейшая манипуляция если вам вот так вот начинают оправдываться какими-то внешними факторами до чтобы нанести вам какое-то оскорбление да не верьте этому на самом деле человек просто хочет вас оскорбить но подстраховаться вот с точки зрения вот чтобы быть еще и в белом пальто при этом давайте подумаю мэтр делает такие панчи в этот момент я поняла как я точно не буду себя вести в таком возрасте то есть даже если молодежь когда ты будешь взрослый будет творить дичь ты будешь пытаться это понять и не будешь их хейтить во всякой ерунде есть хоть малейший смысл ну действительно это правда так я постараюсь когда даже мне 67 если он будет я попытаюсь действительно дружить со временем в этом я очень сильно сомневаюсь чтобы валя карнавал с ее амбициями она еще с кем-то дружить хочет да нет никогда в жизни это еще та акула но в общем то сейчас она включила нам белую пушистую и изобразила такую девочку и ночью выглядит прекрасно в общем-то вполне успешно и амбициозно да и тут тут каждый каждый может относиться по-своему но моя задача конечно же вам показать где человек кокетничает врет ну я надеюсь что я вам это показала по тем темам которые меня больше всего интересовали если вам кстати интересно вот присоединяйтесь у меня есть мини курсы там по эмоциям по жестам вот всех кого я разбирала по вот меня там 600 видео на канале вот всех кого я разбирала я собрала вот их по кучкам то по эмоциям по жестам вы просто просмотрите и увидите как в реальной жизни люди демонстрируют нам настоящие свои мысли а не то что они пропагандируют там с помощью каких-то слов да так что если вам это интересно присоединяйтесь а я продолжу немножечко по астрологии ну можно сказать завершающий штрих к отношениям и и с некоторыми людьми да ну конечно же очень жаль что мы не знаем времени рождения поэтому только космограмма как бы было хорошо если было время рождения там можно было бы разобрать вот по домам потому что в каком доме все это находится это очень интересная информация ну вот сейчас перед вами космограмма вали карнавал на ней я даже останавливаться не буду чтоб не терять времени мне важно показать вам именно совместимость с теми людьми о которых она говорила и первый это егор шип я так понимаю это ее первые отношения и что же в них такого интересного вот почему они сошлись и почему они разошлись а здесь все четко во первых и его юпитер а подождите вот вот здесь вот вот его юпитер значит смотрите внешний круг это он внутренний круг это она значит его юпитер в тригоне вот зеленое соединение с ее меркурием то есть получается что ее идеи хорошо залетают на социум когда они в симбиозе и вот это вот как раз она и сказала что у нас все пошло все хорошо все все получилось знаете почему они разошлись потому что во первых его лилит в тригоне с ее солнцем это получается что она вот лилит вообще это задолженность по прошлым жизням ну верите вы в это или не верите в общем это ваше право но я склонна верить или по каким-то другим критериям получается когда два человека встречаются и у кого-то из партнеров лилит зацеплен на планету чью-то то это говорит о том что есть долг который человек который цепляется планетой на лилит да вот этот человек с планетой он должен обладателю лилит и получается что она была должна по своему эго этому самому егору а подождите нет вот вот это среди а секундочку секундочку он ей у них обоюдно лилит зацеплены да то есть получается они друг другу были должны при встрече я прошу прощения на немножко ошиблась получается что с его стороны его лилит зацеплена на ее солнце но позитивненько вот это зеленое соединение это тригон то есть получается что он ей эту медийность да вот это ее его возвышает добровольно да он он рад ей давать эту медийность но с ее стороны тоже получается что ее лили вернее его лилит цепляет ее сатурн то есть она ему должна дать стабильность но здесь идет квадрат то есть если это квадрат если это красное соединение то это значит что обладатель лилит не склонен давать тот долг который он должен но как бы вот вот и получилось так что он ей с удовольствием давал вот эту медийность она когда поняла что о посту почему это мы должны быть вместе теперь нас будут воспринимать как двое да нет я хочу быть одна и она отказалась ему давать вот этот свой должок вот их связь да вот и поэтому они расстались теперь егор крит здесь поинтересней смотрите значит ну во первых ее венера где ее венера вот венера в тригоне с ей с его солнцем а ну он вообще для нее вот знаете свет в оконце то что надо просто по эго по медийности да то есть она смотрит и видит вот то что нужно для медийности да вот медийность его просто ее вдохновляет да вот венера это то что мы хотим солнце это эго то есть ее хотелки нашли в его эго такое прям такую не знаю свет в оконце да на дальше кстати здесь может быть влюбленность в его образ да согласна что влюбленность его образ точно было дальше идем соединение вот видите вот эта синяя точечка это соединение соединение его юпитер и ее меркурий то же самое что было вот с шипом сейчас вот смотрите вот это вот так подождите вот вот этот тригон да а тут соединение те же самые планеты то есть ее идеи его солнце ее идеи его юпитер вот и получается что ее идеи как раз в социуме находят реализацию благодаря ему да это другое дальше квадрат сатурн сатурн вот здесь вот я думаю что что-то в установках в правильности у них не сходится конкретно то есть вот это как раз и есть та тайна которую она нам не сообщает но вот для нее это абсолютно неприемлемо какая-то его установка также как и ему неприемлемо какая-то ее установка вот это вот знаете борьба установок вот что правильно вот что такое хорошо что такое плохо у каждого человека свое и вот это вот как раз у них вошло в квадрат да и не ну им сложно друг друга понять и возможно об этом она говорила что может быть если бы она была постарше она смогла бы понять вот это что то что в его вот установках и не подошло абсолютно дальше его селе селена то есть его энергия его знаете поддержка высших сил в квадрате с ее солнцем то есть ее эго рядом с ним он зажимал ее эго она чувствовала давление на свое эго а мы помним что девочка амбициозная то есть свое эго она очень сильно продвигает и кстати на у нее даже с этим ну можно сказать что проблемка потому что от солнышко идет квадрат где солнышко вот солнышко квадратно уран то есть вот когда солнышко в квадрате с трансурановыми планетами это признак того что с самооценкой человек вот сам себе всегда доказывает что он крутой он свою самооценку ставит ну у него бы болит там понимаете болит и и соответственно и здесь получается что эта боль усиливается рядом с этим человеком да то есть вот здесь удар по самолюбию очень сильный со стороны егора то есть он такой успешный она рядом с ним ну можно сказать никакая до или или я не знаю какие причины да ну вот это очень хороший сценарий вот для проигрывания то есть получается что его успешность его везение в карьере да а ее эго от этого страдает ну вот вот он пожалуйста абьюз но кстати он может здесь вот по этому аспекту действительно задевать ее какие-то чувства ее эго которая в принципе немножечко так можно назвать немножко больным но в общем мы все все мы транс травмированы здесь судить я не хочу но просто вот у нее и так здесь болит да а он еще и сильнее давит на эту боль да а дальше и самое интересное это секстиль между двумя лилит то есть они оба друг другу должны и вот это как раз взаимный пиар встретились обменялись аудиториями да она со своей аудитории он со своей аудитории обменялись да долг отдали и разошлись вот и вся их связь понимаете здесь прям четенько все понятно да вот вот она описывается их связь и сашей стоуном посмотрите как много у них всего и тут действительно бурно это что она описывает ее невербальное поведение вы все заметили да что там были эмоции естественно здесь были эмоции чем больше этих связей неважно красных зеленых красные это забор энергии зеленые то приход энергии но в любом случае кстати красные они не просто забор энергии это зоны роста в отношениях да вот если нам дается партнеры у него там какие-то красные аспекты квадраты или оппозиции это наша задача расти над собой нам партнеров дают не просто так да и в общем то да они не стали расти над собой они расстались но то что у них было такое конкретное техническое задание быть вместе и работать друг над другом да и над собой в первую очередь вот это вот видно потому какое количество соединений планеты как договорились да вот их планеты встретились и соединились вообще на на уровне небес можно сказать и это действительно настоящие яркие отношения которые у нее были здесь я верю на сто процентов и невербалика подтверждает и вот видите да ну чтоб пять плюсов пять зеленых аспектов и четыре минуса ну то есть четыре красных аспекта но тут просто поле непаханное и для работы над собой и для отношений для всего но отношения в общем бурные эмоциональные яркие но смотрите его марс а так где его марс где его марс так секундочку а вот его марс с ее лилит тригон вот вот эта зеленая линия то есть получается что она нет подождите он ей задолжал получается и по сути он ей отдавал свою энергию в этих отношениях да вот даже не энергию а свое движение вперед когда он был рядом с ней он часть энергии отдавал лилит часть энергии которая вот именно мужская такая энергия продвижения по марсу то есть он по марсу ей отдавал часть энергии то есть это отношение больше знаете вот кармические с уклоном в ее пользу вот так вот но чуть-чуть кармические потому что в предыдущих случаях там были обоюдные вот эти по лилит да то есть они оба друг другу вот в двух случаях они должны были обоюдно а здесь получается что вот он ей немножко задолжал он ей да по-доброму отдал потому что зеленое соединение это по-доброму отдача но как бы вот так вот она ему ничего не должна поэтому ну как расстались и расстались да и ну да классно пошалили классно пошумели или как она сказала да действительно обидно когда партнер вот с таким количеством связей говорит что всего лишь классно пошумели да это это были самые яркие отношения в ее жизни это реально вот судя по их космограммам ну поэтому вот так вот да в общем если вы хотите кстати в своих отношениях разобраться под видео тоже есть ссылочка на мини обучение там всего 990 рублей вы скачаете себе программу за 9 и по ней разберетесь там очень легко это все делается и будет вам счастье если разбираться в этом это потрясающая информация каждый день вообще открываю ноутбук и смотрю свои транзиты что у меня сегодня будет потому что возможностей море одно важно знать свое время рождения это очень ну желательно да если хотите на консультацию тоже можете приходить под видео тоже все ссылочки найдете ну в общем я сейчас по сути сделала разбор для того чтобы самой разобраться вообще в этих от ну вот как бы был этот роман был ли это пиар роман или настоящие отношения я думаю каждый из вас сделает свой вывод я вам показала то что я заметила я вам сказала о своих выводах но если вы со мной не согласны или согласны напишите в комментариях мне очень интересно знать ваше мнение в общем поделитесь этим видео если знаете тех кто следил за этим тех кто верил не верил в эти их отношения вот мне показалось очень интересно вот разобрать именно ее отношения с егором кридом потому что очень такое громкое событие хороший инфоповод и мне он показался интересным надеюсь что вам тоже это было интересно до жду ваших комментариев ставьте лайк дизлайк этому видео как считаете нужным а я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока